...деквартировавшего в этой части города Лейнгвардия Исмайловского полка. Ныне это также действующий храм. Прямо перед вами на горизонте, там где Нева впадает в Финский залив, хорошо видны подъемные краны петербургских субдостроительных заводов. Петербург с первых лет своего существования стал центром коронавируса России, а стал сын город и подъем. Левее скопление заводских кранов находится петербургский морской торговый порт. Различные эпохи и архитектурные стили остепи в облике города свой неповторимый след. Примером площади, окончательно сложившейся лишь в начале 20 века, может служить Исаакиевская площадь. Пройдите, пожалуйста, налево указатель с надписью «Юг». Перед вами Исаакиевская площадь. Своим названием она обязана Исаакиевскому собору. Собор – одно из крупнейших купольных сооружений мира, высота его 101,5 метра. Он строился в течение 40 лет и был освящен в 1858 году. Автор проекта – архитектор Агюст Монферран. В 1859 году в центре площади был установлен памятник императору Николаю I, созданный также по проекту Монферрана скульптором Петром Клоттом. Клотт сумел решить очень сложную техническую задачу – поставить огромную, почти шестиметровую статую только на две точки опоры. Слева расположен гостиничный комплекс. Высокое здание гостиницы «Астория» – одно из входящих в этот комплекс, построено в начале 20 века по проекту архитектора Фёдора Лидваря. Здание в основном сохранило свой первоначальный облик и служит наглядным образцом архитектурных исканий этого периода. На противоположной стороне площади обращает на себя внимание монументальное здание с мощными гранитными колоннами. Оно было построено также в начале прошлого столетия для германского посольства. Сейчас его занимают различные федеральные учреждения. Прямо перед вами, за синим мостом, самым широким в городе, его ширина 99,5 метра, вы видите здание, над которым развивается российский фланг. Это бывший Мариинский дворец, построенный в 40-е годы XIX века архитектором Андреем Штекеншнайдером, градочи Николая I, великой княгинии Марию Николаевной. Сейчас здесь находится законодательное собрание в Санкт-Петербурге. Наш город всегда был крупным промышленным центром. С юга перед вами открываются районы, где расположились еще в таком году XIX века промышленные предприятия города. В их числе бывший Путиловский, ныне Кировский завод, одно из самых известных в стране машиностроительных предприятий. Его корпуса и трубы видны справа на горизонте. Далее перед вами открывается панорама жилых кварталов Юго-Западной и Южной Чистой Городной. Вы познакомились с незабываемой панорамой Санкт-Петербурга, города парков, дворцов, соборов, одного из крупнейших культурных, научных и промышленных центров России. Наша экскурсия подошла к концу. Благодарим за внимание. Выход с колоннады на противоположной стороне. Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Компетербурга. Компетербурга. Субтитры делал DimaTorzok Уважаемые петербуржцы и гости нашего города Вы находитесь на колоннаде Исаакиевского собора на высоте 42 метров Отсюда открывается величественная пляж на Санкт-Петербурге Одного из красивейших городов мира Наш город расположен на берегах Невы, ее рукавов и притоков Петербургская крепость, первое сооружение города Находится на небольшом Зайчьем острове Впереди слева вы видите словно вырастающие из воды стены крепости Облицованные гранитом А над ними, как символ утверждения России на Левских берегах Вознялся стройный злаченый шпиль Петропавловского собора Дата закладки крепости 16 мая по старому 27 мая по новому стилю 1703 года Считается днем рождения Санкт-Петербурга Это исторический центр, вокруг которого розыгрывают Петропавловский собор был построен в 1712-1733 годах По проекту архитектора Доминика Трисинина Высота колокольной сучки 122,5 метра Это самая значительная архитектурная доминанта Центральной части Санкт-Петербурга Ветроморозская крепость была сбернута Для защиты Левских берегов от шведов Уже в первой четверти 18 века Потеряла свое военное значение И была превращена в государственную муниципальную тюрьму С 1924 года Старая крепость обрела новую жизнь Здесь разместился государственный музей истории Санкт-Петербурга Ближе к вам Продолжение следует...